здравствуйте уважаемые садоводогородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале иванова наука в сегодняшнем выпуске я расскажу вам об одной хитрости которая позволит вам определить требуют ваши растения азота или не требует стоит ли во время цветения образования плодов подкармливать их азотными удобрениями вообще оценить их состояние нормальность или ненормальность это сделать очень просто вы должны помнить что у растений томата имеется вегетативная фаза активного вегетативного роста и неративная фаза слишком избыточный вегетативный рост как и слишком избыточная генеративная фаза приводит к понижению урожайности и недобора урожая как же определить как развиваются ваши растения сделать это очень просто это можно измерить путем оценки расстояние от первого цветка кисти, которая цветёт на самом верхушке растения, до верхушки самого растения. Расстояние от нижнего цветка кисти до верхушки растения должно быть не менее 15 сантиметров. Если это... Вот просто берёте и измеряете от первого цветка кисти до верхушки. Если 15 сантиметров и больше, это означает, что ваши растения хорошо растут, развиваются, и азотные подкормки им не нужны. Они находятся в хорошем состоянии развития. Если же это расстояние меньше, и верхушечка находится недалеко от кисти, от цветущей кисти, от цветочка, это означает, что вашим томатам непременно нужна азотная подкормка и стимуляция роста. Потому что в скором времени ваши томаты остановятся и перестанут давать кисти, завязи и, как следствие, плоды. Для того, чтобы запустить снова нормальный рост томата, необходимо провести азотную подкормку. Это может быть минеральная подкормка, например, столовая ложка аммиачной селитры или мочевины на 10 литров воды и по литру на такие растения. Это может быть удвоенная доза зеленого нашего удобрения, жидкого компоста. Это может быть какой-то кровячок такой разведенный. Посмотрите индийскую подкормку огурца и вполне можете воспользоваться этим рецептом. Но помните, что любые азотные подкормки, особенно которые делаются во время формирования налива плодов, будь то огурца, томата или других растений, обязательно должны быть совмещены с подкормками железом. Лучше всего, если это будет железо-хилат, его можно сделать вне корневой чайной ложечки железного купороса, чайной ложечки лимонной кислоты и легонько опрыскать все ваши растения. Это будет залогом правильного усвоения азота и не позволит за ней тратить ваши овощи. Прибавление к такому раствору хилата железа, вы можете взять и стандартный хилат из магазина, но это домашний хилат, тоже очень хорошо работает. Вы прибавляете препараты такие, как флорис и титаниум. Они содержат комплекс естественных фитогормонов, которые будут способствовать гармоничному развитию ваших растений и не позволят выйти им из гармоничной, хорошей, такой натуральной фазы плодоношения. Совместите вот эти все рекомендации, и вы вернете ваши растения в хорошее, нормальное физиологическое состояние, которое в значительной степени увеличит сбор урожая и наградит вас за ваши труды. Что ж, простой способ с простыми манипуляциями, с простой оценкой, который абсолютно всем доступен. Возможность наращивания биопрепаратов в домашних условиях позволяет использовать их, широко не заботясь о финансовой составляющей. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok